Мы сейчас ниже для вас опубликуем список ресторанов, которые в Сочи входят в так называемые White Rabbit Family. Хотя сидим мы не в одном из них, мы просто сидели, сейчас выбирали на нужный ресторан и все это смотрели. Что такое White Rabbit Family? Это такой альянс, который был создан российскими рестораторами в качестве обмена опыта и привлечением самых классных шефов. В рестораны для этот альянс входит 18 ресторанов в Москве, 10 в Сочи и один в Бодрубе. Неожиданно. Я уже в Сочи нашла сколько, смотри, давай посчитаем. Яблоки печен, Коко Шале, Ред Фукс, Сахалин, Лучана Огонек. Вот уже несколько мы нашли. И это все рестораны, которые вручаются за свое качество и также у них есть мишленовские повара с мишленовскими звездами. Ну, если я правильно это сказала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видно? Конечно. А за 4 вида хлеба я всегда подаю. Давай пробуй. Дегустация. Такие вкуски огромные, глянь. Не говори. Но он всегда вкусный. Ну, что поделать? Что поделать? Придется его снять. Ну да, не смотреть же на его. Дело. М-м-м. М-м. М-м-м. 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 Нельзя с ним от лучших людей. А, как светло. Всё, собственно, понятно. Ну, что конкретно? Конкретно бурата, внутри которой, что? Строчителло. И чего создают бурата? Снаружи лугурады что? Моцарелла, а внутри лугурады гра 4. Вот, и к ней впадали помодори и покачи. Собственно, все просто. Я вот думаю, не станет нам плохо, потому что мы ни сыр не едим, ни пармидоры. Нет, не станет. Мурады у них всегда классные. Мурады у них всегда классные. Это же сыроварня, конечно. Нет, в Раду у них правда всегда очень классные. Ты как профессионал режешь. Практически итальянка. Ты просто это блюдо раньше любила есть. Конечно. И нам принесли брускетту с авокадо, строчателло. Тут есть еще рукава и томаты. И как в советском детстве омлет на сковородке. Прямо когда на семью ставят сковородку и берите все туда. Мы берем один на двоих, мы тупанули. Точно? Да, но мы один на двоих берем. Да что? Конечно, это огромный. Ну, что делать? Придется есть. Ну, вода очень вкусно выглядит. Пахнет еще вкуснее. Так что будем сейчас завтракать. Ну да, сковородка горячая, поэтому держать надо вот этой вот ухваткой. Все горячее. Тот случай, когда и сковородки есть можно. Пока Тимофе нет, оглашу вам я. Смотрите, чек вышел на 3260. И это ресторан Новикова. Знаменитая ванна с шампанским. Ну, немножко утрировано, потому что тут оно в запечатанном виде лежит. Но, тем не менее, лежит. Такая форма ванной мне нравится. Очень самонатно. Трестан? Итак, мы читаем меню в ресторане RedFox. Ну, я скажу, что я ожидал, что цены будут выше. А здесь, в принципе, вполне... Ростовские цены. Даже не московские. Вполне конкурентные ростовские цены. Да, и большой выбор всяких интересных блюд. Сейчас мы будем заказывать и покажем им, что мы выбрали. Если соус очень интересный, люди... Хозяин, нам хватит денег расплатиться? Конечно, хватит. Это шутка. Была дилемма. Взять хребную корзину или взять что-то интересное из блюд. Решили все-таки взять хлеб с башкетом, а корзину не брать. Потому что нужно, что мы... Очень хорошо он рассказывает, да? Ну да, он говорит, ну, будете сидеть, хлеб есть. Зачем вам это надо? А так есть, может, что-то интересное попробовать. Ну, это помимо всего прочего. Сейчас будут приносить, будем показывать. Мне уже принести лимонад, это манго-марашвили. Мы потом напишем, какой здесь шеф творит. И здесь вот все пытаются занять столик у огня, у камина. Но сегодня мы пришли, тут была занята. Вот семья просто с ребенком кушает. Смотри, у меня есть букет. Он очень хорошо все рассказывал. Так что, прям, думаешь, он так рассказывает? Да, хочется попробовать. Прям, чтобы в Валере Малитина очень рассказывал, да? Не слуха, а так... Ага, ну, зачем вам этот хлеб? Нет, ну, он убедил, да. Потому что, зачем эту хлебную корзину отрывать? Единственное, меня смутило, что он понял, что мы тут никогда еще не были. Так мы же сказали, что мы тут первый раз. Так он спросил, что тут первый раз? Ну да. Он нас не знает просто. Он бы нас запомнил. Я уже в городе этого, говорит, не видел, да? Да. Паштет на тортичке. Хреба для лавки. Тартар из дневосточного паштетка. Вот он, утильный паштет. На поджаренном хлебе. Забыл с чем-то вкусным. Это гребешок. Что-то он же сказал. Инжир, что-то... Гребешок с клубникой. Очень интересное сочетание. Необычное для меня. Я даже не знаю, как это на вкус будет. Я люблю клубнику, я люблю гребешок. Но вместе я бы не додумался их сочетать. Так он сейчас разложит. Так, как тебе паштет? Интересный. Необычный. Он сказал, что попробуй. Да, так и сказал. Обычный. Но это я еще не пробовала, что у него тут сверху. Что-то желтое. Ну что, попробуем гребешок? Да? Угу. Вкусно. Как вкусно. На что-то похоже, но на что-нибудь гребешка люблю, конечно же. Очень необычное. Так, это ризотто со сморчаками. А что-то машинка, смотришь, на прорезанной крючке. Ага. Я это не повторю. Что же вы мне не сказали, что будет красота? Просто замешаем и все. Ааа, класс. Вкусно. Вкусный ризотто, да. Пармезан чувствуется, что пармезан. Ну прям активный такой. А сморчики чувствуются? А сморчики вот они. Я их вижу, но я их еще не ел. Это фейхоа с мандарином. А до этого была... Фейхоа? Фейхоа с мандарином, да. А до этого была маракуйя. Манго-маракуйя. Ну классическое сочетание. Интересно, что лимонад вообще интересно попробовать всякие разные... Попробуй, давай. Потому что они очень необычные. Люди стали прибывать. Да, да. Вкусно. Делай. Да. Спасибо. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо вам. Итак, основное блюдо у меня утка. Филе утки. Здесь пюре из сельдерея с картошкой. И брусничный соус. И перец теперь есть. А у меня что? Так красиво. А это язычки ягненка с картошечкой, брусникой и много чем еще я не запомнил. Ну тут дело в разных соусах. Загадка из загадок. Смотрите, это хвост лисы или это гора? Как вам кажется, вот здесь наоборот, давайте вот так это гора, а вот так это и хвост лисы. Вот не пойму, по логике, конечно, это хвост лисы, потому что это ред, 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 фок. Палышный баланс на картошечку. Итак, какой чек у нас вышел? 6300 за все. Вот у нас чего было. Лимонады, лимонады, паштет, гребешок, ризотто, язычки ягненка, утильное филе и фихва мандарин. Это лимонады, вот такой счет. У нас вид первая линия практически, окна, очень тепло, уютно, хорошее место, много посадочных мест, много столов, два зала. Сделали заказ. Посуда, тарелочка такие интересные. Да, это фетиш надо вытирать, все вытирать, спиртовые салфетки, да, рекомендую, пятерочки, 45 рублей. Слушай, это, между прочим, это прекрасные, самые лучшие спиртовые салфетки, которые вообще-то побывают. Да, главное их не жрать, а только руки вытирать. Это что? Руки вытирать. Зато расскажи, как мы именно нос восстановили. Я помню, в смутные времена, я вытирал руки, потом лицо, а потом чувствую, что она не пахнет. Думаю, выдохлась, что ли, салфетка-то. Она шпиртом воняет, а запаха вообще никакого нет. И тут я давай нюхать духи, там, они колонны, что там, еще алкоголь, наверное, был, да, еще тогда. Да, я пил алкоголь, а вот все, не пахнет, ничего не пахнет. И в этот момент я смотрю, как мой муж ходит по дому и все нюхает, и говорю, а что случилось? А он говорит, ничего. А я говорю, что я знаю, это ничего, да? А он нюхает все носили. А через два дня я такая же. Три дня такая фигня держалась. Но этими салфетками мы натренировали нос. Единственное, что я постоянно это нюхал-нюхал и постепенно начал прорезаться. Да, ну такая вот и была история. Какой базилик нам принесли лимонад. Люблю такие стаканы красивые, они еще тяжелые, с таким дном толстым. Мне прям вот нравится. Пейтишь по стаканам. Когда муж не снимает, приходится изгаляться как может. Да, вот так вот у нас блогеры работают. Нам подали ассорти пхали. Я, правда, не знаю, что из чего. Но это грузинская закуска. Делается она из свекла, да? Красная. Зеленый. Это шпинат. Шпинат обычно. А это у них бобовое что-то или горох или нутно. Короче, все в том, что в каждом из них орехи. Может быть, это еще из красной фасоли. Не, еще раз повторюсь. Суть в том, что в каждом из них орехи. Грецкие орехи. А, может быть, это красная фасоль. Это может быть, смотри, у них есть варианты такие. У них есть из свеклы, у них есть из зеленой фасоли. У них есть из шпината, есть из красной стручковой фасоли. Есть из моркови. Поэтому из чего, но это именно надо было спрашивать. Блин, а может и морковка. Да, наверное. Короче, вот это оранжевое. Много вариантов. Что может быть? Не так очевидно. Надо попробовать просто. Слушай, что пишут. Я не знала. Я, конечно, не знала то грузинского. Но вот пишут, что в хале на грузинском обозначать стряпня из различных продуктов. Все, что было, да? Обычно это вегетарианская или постная еда. Ну вот, да, типа шпинат, капуста, свекольные листья с добавлением гресных ореков, чеснока и перца. Всегда. Мне кажется, самое традиционное всегда свекольное. Да? Или, как говорят в Стаганроге, бурак. Асчевит. Бурак, асчевит. Давай попробуем вот это оранжевое. Давай, и раз одно расскажешь, что это. Да. У меня все кажется, что они все на один вкус. Ну да, похоже на то. Потому что, смотри. Давай так. Ты закрой глаза, я какой-нибудь один возьму, чтобы тебе не показывать, какой я взяла. А я не смотрю. Я тебе расскажу, ты скажешь мне, из чего это. Давай, открывай рот. Ну, из чего это? Шпинат. Давай дальше. Потом узнаем, угадал ты или нет. Открывай рот. Теперь что? Ну, это свекла. А давай теперь третий. Открывай рот. Что это? На самом деле это один и тот же. А что это? Давай. Открывай глаза. А это что-то с морковкой? Да какая дрянь, ты все три угадал. Ты что за человек такой? Значит, они не одного вкуса. Ну, потому что достаточно просто. Да, ладно, они разные. Эти вкусы. Ммм, как красиво. С чем он в итоге? Оранжевый. Это морковь. Ты угадал. Это тебе понятно, мы эту не могли понять. Спасибо. Я все угадал, потому что, ну, на самом деле, ярко выраженный вкус. Рекомендую, очень вкусно. Это чахакбили. Секрет в том, что для приготовления этого блюда используется вино и много зелени. И курица. И кинза. Ну, много зелени, да, кинза. И красная гинза. А это хачапури в народе лодочка, называется по-аджарски. Смотри, как правильно, да, его сделаем. Да. Надо яйцо вот так вот вместе с сыром размешать и потом отрывать и макать туда и есть. Ну, зачем я это рассказываю, наверняка вы такое пробовали. Не знаете. Так, пробуй, да. Главное, чтобы я... Ты показываешь мясо или пробовал? Мясо. Мясо. Ну, вообще мясо очень крупное. Я приду, я же тебе говорю, я же буду все сравнивать, расскажу, да, мою историю я буду все сравнивать с кем. Поэтому... Очень горячее моё, конечно. Приближено. Похоже? Вкусно похоже. Болгарского много. Откуда он здесь взялся, я не пойму. Болгарский не должен здесь быть. Вот он, видишь? Вот чего тут точно нет, так это картошки. Это не соус, да. Это не видишь? Нет, я же говорю, похоже на соус, но... Для меня очень крупные куски. То есть я не пойму, очень крупные, видишь, какие. Да. Курица достаточно нежная. Для меня, конечно, вкус перебивает этот болгарский. И я не пойму. Но опять же, я же сравниваю с тем, что я привыкла есть. Ируся придирается, потому что... К этому блюду конкретно. Конкретно это блюдо готовил её отец. И для него это эталонное блюдо. Ну, потому что он вкусно готовил. Он вкусно, но я так понимаю, что он перец не использовал. Использовал. Использовал? Да, много перца было. Я помню, что в зеленье много перца было. Болгарского не было однозначно. Но похоже. Немного похоже, да. Но другое. Да, другое. Но вообще, если не привязываться, то очень вкусно. Наше очередное блюдо. Ну, это пока всё кинкари с говядиной. Порция 5 штук. Красиво. Сразу соусом. Ну, это сметана похоже. То, что надо. Ну, соус сметаны должно быть. А, нет, жидкий. Ну, мацони. Там... Что-то такое кисломолочное. Айран. Ну, типа того, да. Что-то кисломолочное. Выглядит красиво. Я не буду не гуски. Да, пробовать мы не будем на камеру. Расскажем по факту. Да. Самое интересное. Счёт. Мы наели вот это всё на 3,270. Было вкусно. На мой взгляд, хорошая еда. Вполне. Учитывая, что это сетевое заведение. Здесь можно есть. Вполне. Токсичен. Либо нам придётся съедать. На утром это прям неудобно. Сегодня у нас странный ужин в сыроварне. У меня не детская каша, не пнестрочтелла. А к ней полагается мешочек хлеба. А ещё у нас десерт, потому что мы всё собирались его уже два дня съесть. Итак, принесли счёт. В итоге у нас вышло 1650. Причём, наш чай, который вот, вода с мятой и лимоном, они считают как лимон. Как лимон и мяту. Просто по 100 рублей. Ну и получается у нас была строчтелла. Хлеб не считают. И два тортика. Тортика. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...